Идолы Ватикана. Статья в столетии за 29 октября 2019 года. Игорь Друзь. Линия Синода, посвященного Амазоне, вызывает протесты в самой католической среде. В своей недавней статье «Амазонская интрига Ватикана» я описал схему, по которой Папа Иезуит Франциск собирается ломать остатки христианского вероучения в своей конфессии на Амазонском Синоде под предлогом защиты прав коренных народов и экологии. Также отметив, что в католической среде он подвергается резкой критике за подобные так называемые реформы. Однако, как это часто бывает, я оказался еще чересчур оптимистичным в своем мрачном прогнозе. Католические защитники традиционных ценностей опять превзошли все ожидания пессимистов. Этот Синод начался с открытого участия Папы Франциска в языческом индийском ритуале и торжественном внесении в зал заседания языческого идола Пачамамы. Были подготовлены полуязыческие документы для подписания участниками Синода, которые легализуют синкретизм, политеизма и католицизма. Замечу, что такого еще не было во всей богатой истории папства. Когда только данный папа взошел на престол, то я сразу отметил, что это первый папа-йезуит, первый латиноамериканец, первый папа, на интронизации которого звучали молитвы на русском, чем сразу был продемонстрирован вектор экспансии на Русь. Также впервые папа взял себе имя Франциска, которого даже многие католики изначально считали еретиком. Когда в некой старинной устойчивой системе происходит так много впервые, то это уже само по себе свидетельствует о начавшихся тектонических процессах перестройки системы и о ее неблагополучии. Но нынешняя ломка христианских норм потрясла всех, даже привычных ко всему католических епископов. 17 октября 61-летний Робертус Муцаерц, векарный епископ из Нидерландов, резко заявил, что рабочий документ Синода в Амазонии создает новую религию, поддерживает пантеизм и признает языческие предрассудки в роли божественного откровения. По его мнению, Синод в Амазонии продвигает экосоциализм, изменение климата, экуменизм, женатых священников и рукоположение женщин. Он заявил, что поклонение деревьям считается там теперь высшей формой духовности, а делегаты Синода Папы Франциска имеют единые интересы. Он отметил также, что церковь Папы Франциска развивает лживое великодушие и делает все для уничтожения понимания святости и греховности. А по мнению отставного кардинала Хорхе Ореса Савино из Каракаса, языческая церемония с идолом индейской богини плодородия Пачамамы, которая состоялась 4 октября при участии Папы Франциска в садах Ватикана, не должна была состояться вообще. 21 октября он сообщил, что церемония Папы Франциска была удивительной, языческой и примитивной. Ореса предупреждает о том, что надо исключать совершенно лишний синкретизм. Католические миряне поступают еще радикальнее. Группа простых католиков вошла в церковь Святой Марфы, расположенную неподалеку от Ватикана, и убрали несколько статуэток Пачамамы, которые были там выставлены на время Амазонского Синода прямо в алтаре. После этого они сбросили идолов в Тибр. Можно только посочувствовать нормальным католикам. Их духовные власти действуют заодно со светскими безбожниками. В ответ католические либеральные клерики уготовили им уголовное преследование. Во время пресс-конференции 21 октября руководитель Декастерии по вопросам коммуникации Паула Руфини заявил, что это кража. Он назвал действия людей, которые вынесли статую идолов из церкви актом хвостовства и действием, направленным против диалога, который должен поддерживать нас. Заметим, что слово «диалог» нынешние паписты используют для обозначения беседы с противниками христианства. Руфини также заявил, что эти идолы символизируют жизнь, плодородие и матушку-землю. А представители ордена кармелитов храма Святой Марфы написали заявление в полицию, желая наказать консервативных католиков, которые давно уже подвергаются различным преследованиям своей конфессии. И римская полиция уже открыла уголовное дело против них, несмотря на то, что утраченные деревянные идолы не имели никакой материальной ценности. После таких инцидентов визит Папы Римского 18 октября в музей Ватикана Анима Мунди, где с его ведома на выставке было размещено большое множество уродливых индейских идолов, уже не удивляет нисколько. Он не только посетил выставку, посвященную Амазонке под названием «Мать Амазония. Глубокое дыхание мира», но и сфотографировался на фоне этих жутковатых идолов, заявляя, что эти произведения искусства являются выражением духа народов и что красота объединяет нас, приглашая нас жить в человеческом братстве, противодействуя к культуре обиды, расизма, национализма, которые всегда скрываются. Волна возмущения происходящим со стороны традиционных католиков огромна. Она отразилась и в массе других протестных акций и заявлений. Однако непогрешимый статус Папы Римского в католицизме и его огромные финансово-политические ресурсы не дают им возможности остановить его разрушительные реформы. Конечно же, избрание Папой и иезуитом для поклонения имена этого индийского идола отнюдь не случайно. Эта мать всего живого идеально вписывается в его экологизм, который под видом борьбы за защиту природы и контроль над климатом представляет собой насаждение неоязычества, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, создание единого мирового правительства. А то, что был избран именно индейский идол женского начала, а не его аналоги из, например, культуры античности, это тоже глубоко закономерно. Выбор какой-нибудь геи земли или кибелы не дал бы нужного резонанса. Те народы и те культы ушли в прошлое. А почамама это настоящее. И индейцы в качестве гонимых нацменьшинств многим внушают сочувствие. Хотя, если бы папа и иезуит реально заботился о туземцах, то не укоренял бы их в дикости. Почамаме, культ которой даже стал официальным в Боливии, принято жертвовать наркотические листья коки. Кстати, во время своего визита в Боливию, папа римский нахваливал замечательные свойства листьев коки и сообщил, что жевал их. Также, он тогда принял от президента этой страны Э. Моралеса, который и ввел государственный культ этой языческой богини, отменив при этом госстатус католицизма, кощунственный подарок, а именно крест в виде серпа с молотком. Более того, этому идолу до сих пор нередко приносят жертву людей во многих дальних уголках Латинской Америки. Некоторые индейцы до сих пор считают, что останки убитого в честь почамамы человека, если их замуровать под здание, принесут долговечность этому сооружению. Боливийские газеты часто пишут о нахождении таких останков под местными домами. Конечно, сегодня верхушка католической конфессии не чурается поддержки и других форм язычества. Например, 21 октября Ватикан поздравил индуистов с их праздников Дипавали. Это нечто вроде Нового Года для язычников этой страны, когда они особо чествуют своих богов Раму, Лакшми и Ганеша. Однако, по вышеуказанным соображениям, Франциску эффективнее и проще делать упор на индейских башков, а не на индийских. Замечу, что Папа Иезуит вообще пытается создать вместо христианства, являющегося по своей сути воинской, жесткой религией, текту женственных пацифистов, которые моют ноги, агрессивным мигрантам и покорно склоняются перед безбожными властями Запада. В этом смысле культ женственности ему весьма подходит. Культ богини Кибелы, ближневосточного аналога Пачамамы, вообще предполагал кастрацию ее жрецов и одевание их в женскую одежду. Папа Римский постоянно принимает подобных лиц, изменивших пол, обнимается и фотографируется с ними. И само название «Амазонский синод» помогает ему развивать пропаганду феминизма. Как известно, на этом синоде поднят вопрос о женском священстве и тому подобных вещах. Папа Франциск давно использует коммунистическую, экологическую и феминистскую фразеологию, пытаясь обосновать с их помощью власть над миром западного олигархата. В частности, об этом говорит изданная в 2015 году папская энциклика и много других его обращений. Кроме прочего, папа говорил, в нынешней ситуации абсолютно необходимо разработать более сильные и эффективные международные ведомства, чиновники, в которых будут справедливо назначаться консенсусом национальных правительств и которые будут уполномочены вводить санкции. В целом, Ватикан занял нишу леволиберального дискурса современной мировой политики. Эта гремучая смесь элементов неомарксизма, неоязычества, идеологии вавилонского смешения народов, мультикультурализма, полнейшей толерантности к различным смертным грехам, включая наркотики и садомию, как известно, папа Иезуит требовал от христиан извиняться перед извращенцами. Это напоминает так называемый альтерглобализм, известный также как альтернативная глобализация. Альтерглобалисты согласны, что глобализация якобы неизбежна, только картинно отвергают американский империализм и глобальную власть капитала в лице всяких МВФ и ТНК. На самом деле тот же Всемирный социальный форум альтерглобалистов финансируется теми же глобалистами и ТНК, поддерживается американским правительством. Поскольку западные олигархи увидели огромную волну возмущения своей деятельностью, то не нашли ничего лучше, как возглавить ее, направив нужное им русло. Такую же нишу ныне занимают некоторые латиноамериканские вожди, как бы борющиеся против западных ценностей, но одновременно насаждающие самые грязные западные пороки, под видом следования национальным традициям и реально исполняя планы крупнейших мировых банкеров. Разумеется, формально Папа Римский в такие левые группировки не входит, но его политическая позиция очень похожа. Конечно, отнюдь не случайно Папой Римский был избран именно латиноамериканец. Это регион религиозного и национального смешения, мигрантов, неомарксизма, язычества. И именно эти особенности данной части мира Папа Франциск, ученик иезуита, являющегося сторонником элеватской теологии освобождения, внедряет теперь по всему миру. И все же я не стал бы сводить насаждаемые ныне Ватиканом синкретические культы к голому прагматизму политических и финансовых интересов. Глобалисты являются мистиками, по-своему верующими людьми, хотя веруют они явно не по-христиански, а и даже не по-околохристианским канонам. Часто их шаги можно объяснить только практиками и устремлениями оккультных сект и не какими-то примитивными материальными интересами. Об этом свидетельствует, например, убранство главного конференц-зала Ватикана. А в Ватикане, где эксцентричность дизайна главного зала, ну никак не может возникнуть по прихоти сумасброда архитектора, как главный зал и явно стилизован под вид огромной змеи. А кого символизируют змеи в Библии, думаю, напоминать не надо. Это огромное помещение, также известное как конференц-зал Павла VI или зал папской аудитории, который частично находится в Ватикане и частично в Риме, является объектом имени Павла VI, построен в 1971 году, то есть после разрушительного, ультралиберального II Ватиканского собора итальянским архитектором Пьером Луиджи Нерви и может вместить 6300 человек. С обеих сторон здания есть два окна, напоминающие глаза. Они сделаны из цветного стекла и расположены примерно посередине длины здания с обеих сторон. В центре формы глаза вы можете видеть щель, напоминающую зрачок рептилии. Чтобы понять весь скрытый смысл проекта, лучше взглянуть на оба глаза вместе. Только с этой точки зрения вы можете увидеть фактическую форму этого здания, увидеть весь тайный смысл строения. Два глаза рептилии, которые смотрят на вас, когда вы наблюдаете за сценой. В центре есть что-то вроде статуи и двух острых клыков с обеих сторон. Крыша и боковые части здания также напоминают змеиные чешуи. Поскольку все здание похоже на голову змеи, можно смело предположить, что все это было спроектировано и построено специально. Здание было построено таким образом, что папа, кажется, говорит прямо из уст змеи. Новые идолы Ватикана органически впишутся в дизайн его дворцов. Специально для столетия. Игорь Друзь. Идолы Ватикана. Игорь Друзь. Игорь Друзь.